всем привет пишите пожалуйста в чат меня слышно отлично спасибо так сегодня уже привет громко да чуть-чуть сделаю попробую потише ну или вы себе потише сделаете хорошо значит сегодня привет уже не из солнечной танзании да где я был до понедельника этого этой неделе не запланированно остался больше чем надо было на два дня потому что в пятницу вечером когда мы собирались улетать в турции позади начали происходить определенные события которые сами знаете из-за маршрут был через стамбул вот поэтому нас последнюю может сказать минуты отменили рейс вот и в принципе наверное хорошо потому что я знаю что тот рейс как ну то есть в стамбульский аэропорт работал с большими перебоями но все равно в итоге мы два дня пожили за счет турецких авиалиний гостиница вот и понедельник я с утра уже был через абу-даби облетели стамбул на всякий случай спасибо вот и приземлились уже понедельник в минске значит по поводу танзании да часто спрашивают вообще как-то туда попало зачем туда поехали первое значит нас туда пригласил центр маркетинга при министерстве иностранных дел республики беларусь это организация которая занимается скажем так исследованием новых рынков на которых еще беларусь не представлена и установление начальных каких-то контактов с торговыми палатами с министерствами с компаниями и прочее прочее вот и нас пригласили презентовать скажем белорусскую промышленность частности белорусские инженерные инновации потому что скажем так к беларуси как к индустриальному промышленному центру бывшему советскому союза в той же самой африке туда денег сколько залили они до сих пор хорошо помнит советский союз вот и там очень серьезно относятся к российским или с экс советским экс советской промышленности вот поэтому там кредит доверия к этому есть конечно заходит туда активно китайцы заходят индусы причем компании которые поддерживают от этих стран представляются они активно поддерживаются государством выдаются связанные кредиты то есть конечно гораздо легче развиваться тогда когда государство тебя поддерживает и ты чувствуешь за спиной скажем так финансовую подушку но любом случае значит мы приняли приглашение поехали и наши где-то около недель около пяти дней если не ошибаюсь или четырех мы там потому что смешалось немного в голове большое количество встреч большое количество информации вот у меня было забронировано порядка восьми встреч часть из них там типа две что ли они не прошли но были из вот этих оставшихся пяти еще появилось там порядка трех-четырех поэтому в принципе в общей сложности где-то около там десяти встреч я провел вот это были министерства по транспорту по торговли и это было то за низко инвестиционная центр национальная корпорация развития компания которые отвечают за тендеры в дар эш салам и во всем вообще в танзании то что касается рельсового транспорта знаете это интересную дискуссию имели с инженерами в как раз в компании которая занимается тендером и они говорят сколько ваша технология может по времени существовать ну то есть как как долго она будет как долго она может эксплуатироваться я вину как бы сто лет минимум а они когда нормально у нас в принципе наша железная дорога танзанийская построена в 1914 году это больше это 102 года назад и до сих пор там худо-бедно конечно денег нет чтобы ее перестраивать но она худо-бедно работает поэтому сроки в эксплуатации в 100 лет никого не удивляют для таких вещей как инфраструктурные проекты в частности железные дороги ну или что-то подобное вот значит в принципе скажем так я не могу сейчас немножко пошучу чтобы понимали они на себе население африки привыкла к тому что приезжают какие-то люди из океана и рассказывают им про какие-то фантастически интересные технологии поэтому они к этому относится нормально не знаю что приедут предложат и что-то начнут конечно в был у меня очень хороший разговор с представителем национальной корпорации развития который занимается это скажем государственная частная компания которая занимается всеми проектами в стране инфраструктурными коммерческими говорит то что вы должны сразу понять да что африка и вообще ну то есть танзании денег у нас очень мало мы можем помочь концессии на месторождение мы можем помочь концессии на перевозку людей ну то есть на землю в городе город аэропорт или между городами но здесь деньгами все кто приходит сюда в танзанию работать мы всем сразу говорим то что вы предлагаете либо инвестиции либо технологии инвестиции да спасибо это мои коллеги как раз с из центра поэтому конечно тут вопрос такой да то есть мы мы как компания можем финансировать на данном этапе ограниченное количество проектов то есть это наш основной экотехнопарк наш основной объект строящийся в марвиной горке и что-то еще начинать двигать скажем в коммерческом направлении уже да это выбор исторически так по на австралию потому что это страна с высоким кредитным рейтингом серьезным партнером с репутацией на месте серьезными сторонниками партнерами которые ну то есть которые сейчас в ближайшее время мы объявим это как раз та вот новости которые на прошлой неделе мы писали в новостях нашей компании я вот сегодня как расписывался с родом в ближайшее время это будет довольно такой серьезный серьезное объявление о нашем серьезном партнере в австралии это достаточно крутая компания скажем так вот и там еще подготовлю попробую вам сюрприз может быть я думаю что на каком-то из вебинаре удастся выступить перед вами в живую нашему партнеру из австралии роду хуку вот и в принципе с первого от первого лица рассказать вам о состоянии на текущий момент дел там поэтому выбирая между финансированием проектов на данный момент мы конечно выбираем там где наилучшее стучаться в закрытую дверь не стоит поэтому как бы Танзания это скажем я навел все необходимые справки с необходимыми представителями или сторонами принимающими решения вот я последнюю неделю занимался как раз мэр города он когда прослушал меня с большим удовольствием говорит если я решу проблему пробок в городе а пробки в городе живет так 50 миллионов в стране в городе 8 миллионов я сейчас точно не помню это что-то около 6 или 8 город стоит постоянно в пробках мы ездили по совещаниям два часа сидели просто в раскаленной машине ну слава богу был кондиционер вот он сказал мэр сказал что мэр этот он справа от меня стоит по центру да скромный вот он сказал то что если я буду если я решу проблему пробок города то я войду в историю как мэр который решил проблему пробок дар ассалам потому что у них там сейчас есть где-то работает БРТ БРТ это когда автобус ездит по отдельной выделенной линии то есть понимаем да как бы автобус ходит там раз в три в пять минут а все остальное время линия стоит пустая но загроженная от проезда автомобилей туда не могут выехать автомобили то есть она занимает примерно сколько там метра метров шесть дороги но по ней поезда ездят то есть по автобусу ездят очень редко то есть как бы ну абсолютно неэффективное расходование поверхности у них есть предложение по поводу строительства легкорельсового трамвая есть даже вроде второго уровня что-то но это все начинается от 30-40 миллионов долларов за километр и когда я говорю то что вот пожалуйста экспертное заключение наших партнеров из австралийской косметной компании да на основании которого мы начали там деятельность это то что первое сделал род фук при при старте своем в австралии он заказал экспертную оценку стоимости предлагаемой технологии они очень удивлялись и сказали что ну что на что нужно от нас вот я говорю то что нам сейчас нужно в первую очередь понять как мы можем финансирование обеспечить а потом уже понятно что вы готовы как бы они готовы работать ну тоже своя специфика Танзания это не такая это не Австралия вот но а вот сюда спасибо Алексей четыре с половиной человека это сколько четыре с половиной человека сколько живет в Дарасаламе то есть там на самом деле население очень сильно раскиданно по площади пятьдесят миллионов это по всей территории вот то есть сейчас я уже вот эту неделю занимался тем что вступал в переписку со всеми теми контактами которыми я говорил сейчас уже пошли обратные ответы и запросы дополнительной информации вот будем информировать по ходу движения как будет идти там процесс но опять же говорю я я не люблю никакие делать прогнозы предварительные мы съездили мы представились мы показались во-первых и миду что мы реально белорусскому и что с нами можно иметь дело и что приезжают не красноязычные люди с каким-то безумием в глазах которые рассказывают про какие-нибудь миллиарды и какие-то там долларов триллионы и эти какие-то там чудо фантастические технологии вот в принципе четко кратко ясно доносит свою позицию и она встречается вот местными представителями власти или корпорации адекватные вопросов не вызывает вот поэтому еще раз австралия в плане того что это богатая земля с большим населением то есть у нас что у нас потребители технологии пассажиры и компании которые занимаются добычей или перевозкой поэтому там где много людей нам интересно работать там где много полезных ископаемых нам интересно работать осталось решить вопрос кто будет платить за строительство поэтому сейчас будем скажем так работать сразу скажу что этот вопрос решаем потому что часто банкиру или финансирую или банку или инвестору нужно видеть какой-то вкусный кусок например хорошее интересное месторождение которое можно довести до порта частями да и продать но не хватает например транспортного сообщения или транспортная составляющая делает проект вообще трудно окупаемым поэтому сейчас будем готовить предложения в том числе для скажем тех старших товарищей которые за нами постоянно наблюдают вот и это будет один из предметов диалога до того как мы в октябре проведем демонстрацию технологии в Марины Горке вот дальше значит ну по поводу Австралии я сказал да то что сейчас ну ближайшее время я думаю либо на этой неделе либо на все недели на следующей неделе будут интересные новости оттуда вот там работа активнейшим образом идет мы постоянно каждый день в переписке с родом и с мэрией они информируют о тех достижениях которые там происходят вот так дальше значит по поводу Беларусь-1 вот у нас вчера вчера снимали на в мастерской да это опытное экспериментальное производство юнибус снимали создание подвижного состава юнибайка и юнибуса для демонстрации в Берлине потом демонстрации уже на полигоне на тестовом участке так сегодня снимали в офисе немного они и ездили на в экотехнопарк с Анатолием Эдуардовичем он там проводил мастер-класс экскурс небольшой так ну и посмотрим сегодня в 21.00 через 40 минут но там на самом деле не надо думать что там какая-то огромная передача это буквально нам сказали там полторы две минуты будет небольшой репортаж ну посмотрим интересно что будет вот значит завтра у нас интересно приезжает достаточно такой серьезный гость из южной Америки тоже это скажем уважаемые люди определенные которые с нами давно на нас смотрели очень где-то уже года два вот делали скажем там ставки выживем мы или не выживем вот и к ним уже сейчас пришло уверенность то что по крайней мере все те семь этапов которых мы говорили раньше мы прошли понятно что прогнозировать никто не умеет прогнозировать ставить ему надо идти ставить квартиру на свои какие-то ставки там или прочее упаси бог какие-то еще страшные вещи делать никто не умеет прогнозировать стопроцентной вероятностью но все умеют как бы видеть когда слова не расходятся с делом осознанно о пройденных этапах поэтому они сказали что ну если вы заявляли два года назад о том что вы будете на там определенном этапе в летом осенью 2016 года и мы сейчас видим что это так произошло по крайней мере вы планировать свою деятельность неплохо умеете у вас есть ну понимание как четко двигаться поэтому для определенных серьезно уважаемых людей скажем так риски сняты вот завтра они приезжают в Минск и мы два дня будем тоже приезжают конкретно к нам будем два дня показывать рассказывать им про технологию потому что тоже направление серьезное ну я повторюсь да такие люди и компании представляющие определенные круги они не могли прийти раньше просто потому что вы не поверите как бы вы там не любили skyway не считали его делом своей жизни но для огромного количества очень крупных инвесторов это всего лишь один проект из тысяч из миллиона это огромный венчурный суп в котором варятся тысячи и тысячи стартаперов начинающих там или серийных предпринимателей и каждый из них уверен кто что они делают самый лучший продукт и огромное количество компаний не выживает поэтому вот со слов этих как бы людей крупных инвесторов они говорят о том что мы не будем разбирать вы все вы все очень крутые ребята вас каждого послушаешь вы соловьем заливаетесь о том какой ваш проект уникальный и как он нас делает миллиардерами но мы тоже даже своим бизнесом немного заниматься поэтому мы оставляем вот этот суп вариться кто из него выплывает наверх кто выживает с теми мы ведем диалог ну вот у каждых групп кругов инвесторов своя определенная степень в ожидании готовности кто-то подключил кто-то к нам скажем так близко подошел там в начале этого года весной кто-то сейчас кто-то попозже для кого-то нужна демонстрация для кого-то нужно там полгода после демонстрации для кого-то нужна первая прибыль компания поэтому вот ну с каждым из них нужно работать но просто я говорю еще раз то что по крайней мере это результат двухгодичной работы я не знаю кто-то из вас вообще ввел какой-то проект в течение двух лет с одним и тем же человеком ну я к тому что много работы ведется в том числе не вот так вот бегая и рассказывая о том что мы там во всю работаем вот надо конкретно над этим такие вещи они тоже не любят когда предварительно рассказываются так в принципе я думаю что я вот так кратко закончу свой маленький обзор а а алексей я думаю что тогда я передаю слово вам или сергею анатольевичу спасибо большое за внимание на связи был всех вас рад видеть продолжаем работать и нести skyway в массы всего доброго так о что там тормозит интернет вот включились так как видно как слышно меня вот ну мы как вы видите специально сейчас будем включать видите Виктор очень ну я считаю там вносит в наши технико-экономические вебинары такой несколько новую струю вот мы вообще начиная с сентября когда проведем презентацию это мы водные экономические вебинары будем записывать подавать уже в записи а наши вебинары делать уже именно с точки зрения интерактива чтобы можно было задать вопросы получить ответы и это была такая живая работа но как вы понимаете здесь особенно для новичков а я сейчас сразу говорю друзья у нас идет параллельная в перископе презентация вот и и там очень много случайных людей то есть перископ устроен таким образом что заходят и заскакивают непонятно куда вот поэтому наша задача и мы будем постоянно это говорить что друзья заходите заходите на вебинары заходите на сайт получайте информацию мы занимаемся очень интересным нужным проектом и Виктор как раз вот то что сейчас вы говорили как вы понимаете что это стопроцентная правда то есть это правда что Виктор был в Танзании это правда что он встречался с мэром столицы это правда что он представлял технологию вместе с делегацией МИДа по рекомендации МИДа здесь нет ни одного слова и Виктор не тот человек и незачем главное сейчас выдавать желаемое за действительное и это все друзья идет как иллюстрация проекта и ключевую вещь которую сказал Виктор он говорит это все было бы ничто если бы за два года мы не собрали команду в 500 тысяч человек не проинвестировали те деньги которые сегодня вложены в экотехнопарк и не подготовили технологии к демонстрации все были это были пустые слова и на дневном сегодня вебинаре я говорил сегодня друзья было очень много и у нас партнеров которые говорили мы будем делать мы это не юнитского технология что мы сделаем лучше и конкурирующая сегодня компания которые тоже уже высоко зазвездили и взлетели там создав ажиотаж по ряду технологий и тем не менее друзья единственным мерилом это является действующие образцы действующее представление и мы в этом году начнем это не вся технология которая будет показана сегодня в экотехнопарке в октябре это только начальный этап это начало перехода от декларации к демонстрации когда декларировались определенные возможности технологии а теперь они начнут показывать это друзья еще будет десятки и десятки показов новых возможностей новых вариантов новых новых моделей технологии и я вам могу сказать что этот процесс будет длиться не один и не два и не пять и даже не десять лет он бесконечный так же как в авиации она началась с полета братья фрайт это как наш зил 131 который был ездил по проводам по первым струнным рельсам в 2001 году и сегодня это уже технология четвертого поколения юницкий как инженер уже сегодня показывает 4s в голове и тут он уже нам так намекает о том что друзья уже готовы и пятого этапа и пятого поколения технология но этот процесс идет и этот вопрос очень важный и как сейчас Виктор сказал что ничто бы не подтверждало слова и нельзя было уверенно общаться то есть как Виктор на равных абсолютно общался с министром транспорта Братислава или о чем бы говорить вот как Виктор сказал что если бы мы приехали и говорили мы хотим вам показать концепцию идею которая еще нигде не реализована и на что бы всегда отвечали ну идите сначала покажите потом приходите а когда Виктор делает презентацию из того что он просто показывает ретроспективу строительства от закладки первого камня до продувки в аэродинамической трубе уже прототипа и строительство уже готовые стакады и подвижного состава который готовится к презентации и демонстрации это друзья совсем другой разговор и естественно что бизнес ждет только готовых законченных проектов на что мы сейчас выходим и видите про делегацию из латинской Америки я даже знаю из какой страны и знаю даже кого представляет но раз Виктор не сказал значит мы говорить об этом не будем вот соответственно еще одно очень интересное заявление для меня как бы сегодня прозвучало и я думаю что мы обязательно это реализуем это включение рода Хука в наши вебинары для того чтобы он сам из первых уст прокомментировал сказал рассказал показал я друзья думаю это как раз вот та будет живая струя которую мы постоянно будем вносить в наше с вами общение и вы из первых уст будете узнавать информацию будете узнавать ощущение людей которые сегодня работают и подключаются потому что конечно род Хук это первый и неординарный но не последний крупный партнер который сегодня начинает работать мы ведем постоянно постоянно работу и Виктор улетел первый из Братислава потому что ему надо было лететь в Танзанию потом улетел Алексей вот я остался еще на переговоры как мне казалось не очень важные но они привели к тому что сегодня готовится презентация уже скорее всего полетит конечно Алексей наверное с Виктором это будет презентация уже в Париже для руководства Алжира и крупного бизнеса Алжира по разработке месторождений как раз сегодня отрабатывается механизм когда правительство развивающихся стран говорят у нас нет денег но у нас есть полезные ископаемые мы готовы выдавать лицензии на разработку тем кто будет за это браться естественно что без технологии Skyway разрабатывать эти месторождения сегодня невозможно поэтому сегодня начинается закладка уже крупнейших бизнесов такие переговоры идут с правительством сейчас Монголии Вьетнама Виктор сказал Танзании мы уже спустили процесс в Алжире в Гвинеи вот это друзья работа которую вы постоянно будете видеть и самое главное для нас это то что мы до вас сейчас доводим это не какие-то прожекты это то что вытекает из технологии и мы постоянно будем говорить этого всего бы не могло существовать если бы три года назад не создали краудинвестинговую компанию первую Евразия Нравил Skyway она создана 16 октября 2013 года то есть в этом октябре у нас будет трехлетие проекта и соответственно начиная уже с января 2014 года процесс развивается в логике краудинвестинга тут задавали вопросы из 75 стран у нас сегодня акционеры и соответственно сегодня инвестирован объем средств необходимые для того чтобы технологию переводить из категории этого не может быть а если это правда и следующий этап категории это от декларации к демонстрации это важнейшие этапы которые сегодня делают и дальше идет активнейшее развитие инженерной школы юницкого именно инженерно-технологической школы который закладывает и новый уклад и новые направления новые перспективы и сегодня вот мы когда общались с деканом технологического университета Словакии который является экспертом по всем важнейшим проектам на территории Братиславы и на территории вообще всей Словакии и они ведут очень тесную кооперацию с техническими университетами Будапешта Венны Праги Берлина это как раз такое уже научное сообщество которое проявляет самый неподдельный интерес к технологии потому что они понимают что решить проблему и пробок и экологии и безопасности движения нельзя сегодня никакими роботами не андроидами что транспорт должен уходить во второй уровень и здесь как раз решение которое предлагает только технология Skyway инженер юницкий и мы не просто это предлагаем мы организовали систему именно по созданию краудинвестинговой инвестпроводящей системы эта система работает она сегодня приносит результаты и сегодня приходит уже время когда можно видеть результаты и дальше друзья мы создали систему это уже очень серьезный бизнес когда компания за приход инвесторов платит очень серьезные венчурные премии в виде дискаунтов которые в конечном итоге мы не можем сказать это будет год два и не тяните нас за язык что когда мы сможем продать те обязательства которые есть друзья когда на них будет спрос а вот что мы вам друзья гарантируем и то что мы сегодня показываем и в этом заключается вообще логика нашей работы что технология востребована и технология постоянно дает прирост интереса и мы будем работать и будем работать и вы это увидите постоянно на адресных проектах и на демонстрациях которые молодые ребята будут делать по всему миру я как соответственно человек который знает только русский и еще чуть-чуть полурусский язык вот к сожалению я не смогу вести такие презентации но у нас сегодня очень много талантливых ребят которые могут делать презентации как Виктор на английском как Алексей на французском еще у нас ряд людей как ребят которые работают сегодня и на немецком и на испанском и сейчас уже подключаются ребята на итальянском вот не говоря уже о франчисике о Стефане то есть это уже и венгерский и чешский и польский вот это друзья активная работа которая идет и она сегодня востребована и как я уже говорил если я еще раньше у меня были какие-то сомнения по поводу европейцев которые могут прийти не прийти которых могут напугать русские которые могут напугать венчур которые могут напугать дискаунты которые сегодня делают компании нет друзья все в свое время и мы сегодня являемся реальными прямыми конкурентами технологии Hyperloop и здесь мы четко уже как и последователи и приверженцы и те кто работает внутри технико-экономической школы инженера Юницкого мы утверждаем что Юницкий это абсолютно правильное решение с точки зрения технологической концепции что ничего другого в перспективе в ближайшие 30 даже 50 лет друзья я утверждаю даже 50 лет не возникнет более современной транспортной коммуникации вот и я знаю почему я это говорю потому что в ближайшее время после сентябрьской презентации вы увидите ряд концепций которые конечно реально взорвут сегодня всю транспортную логистику и я это говорю не с пустых слов потому что как раз Виктор который стоит в первом кругу общается с Юницким наиболее часто и он получает максимум информации вот мы соответственно как постоянно работающий доводя информацию то есть Антон Лаврович Юницкий очень часто и серьезно следит за нашими вебинарами мы очень с Алексеем часто получаем нагоняя за определенные некорректные цифры за определенные некорректные определенные формулировки в обращении технологий но мы постоянно оттачиваем вот я этим занимаюсь уже 15 лет по доведению информации Алексей там три года поэтому как вы видите уровень доведения информации постоянно растет профессионализм растет но здесь я думаю друзья и результаты тоже вот расти поэтому я видел как Виктор и Алексей с легкостью делали презентации для министров и для миллиардеров вот и сейчас будут для руководителей государств вот поэтому друзья это все очень серьезно очень интересно очень продуктивно поэтому те кто только подсоединяется в проект это особенно касается перископа значит следите мы будем это ввести практику как репортаж тут очень много новых вопросов я буду постоянно по перемещению из каждого стараться города аэропорта конференции включать перископ вот соответственно тот кто будет следить вы будете смотреть и отслеживать когда я говорю что за семь дней двадцать один город то это друзья реально приходится и перемещаться и делать и встречаться потому что работа сегодня требует очень серьезных напряжения сил и эту ответственность чувствует конечно и сам автор и инженер и руководитель проекта потому что мировая презентация это конечно большая ответственность с 21 и 24 сентября ни у кого в мире не останется вопросов есть ли технологии или нет это не значит что уйдут венчурные риски возникнут риски политические возникнут риски конкурентные возникнут риски именно уже инвестиционные что начнется борьба за инвестиции сегодня друзья вы видите на каждом вебинаре есть вот эти вот засланцы которые мешают проведению есть люди которые уже начинают угрожать проекту шантажировать проект конкретно мы выстраиваем и здесь как раз очень логично выстроена система защиты и система безопасности и тут очень много задают интеллектуальной собственности вопрос поэтому это друзья очень серьезная работа очень серьезный результат который мы вам сейчас показываем и делаем и вот даже тот репортаж который будет после нашего эфира после нашего вебинара это тоже друзья уже результат это слаженные работы целого коллектива и коллектива всех инвесторов и коллектива конструкторского бюро и уже корреспондентов которые доводят информацию о проекте это друзья уже совсем другой уровень и когда мне звонит так называемый крупный инвестор который вводит стартапы и вот так вот через губу начинает говорить что я слежу за вашим проектом и что-то я не вижу никаких изменений я сразу же выключаю и сразу говорю что болтуны ко мне не обращайтесь я готов общаться и все знают что когда выводят на меня крупных инвесторов надо провести консультацию надо провести встречу и в скайпе и живьем я никогда не отказываюсь друзья я постоянно трачу на это практически 24 часа в сутки потому что это очень важная работа которая приносит результат но когда болтуны говорят что я за вами слежу я не вижу никаких изменений сразу до свидания это болтуны на болтунов тратить времени нет необходимости потому что люди которые следят за технологией которые интересуются технологией это как рот хук который прилетает из австралии проведя перед этим часы общения в скайпе это представители крупнейшего бизнеса миллиардеров прилетают на встречу это друзья серьезный подход если вы хотите что-то узнать изучайте смотрите и принимайте решение входить или не входить получать или не получать а дальше здесь вопрос друзья те дискаунты те премии которые идут это и будет то вознаграждение и как вот Алексей говорил что когда ему пять лет назад предложили войти в биткоин на тысячу долларов сегодня был это миллион долларов это тот кто не побоялся увидел перспективу вошел он заработал тот кто не рискует тот не получает тот не входит и тот кто считал что биткоин как один из наших так называемых партнеров год назад говорил биткоин это риск и можно потерять но сегодня я думаю таких заявлений уже мало когда биткоин официально признан криптовалютой в Китае и соответственно очень многие компании переходят уже как на параллельную систему расчетов поэтому много что увидим друзья интересного и в банковской сфере и в страховой сфере и в финансовой сфере вот и мы уже здесь готовим и мы друзья находимся на острие технологического развития это в технологической сфере ну вот друзья на этом я свою часть заканчиваю передаю слово алексею алексей как всегда будет давать свой очень интересный взгляд вот и дальше у нас уже будет репортаж и сегодняшнюю форму мы проведем в таком виде следующий вебинар друзья посмотрим следите за новостями мы будем стараться каждый раз давать для вас что-то интересное что-то новое и будьте с нами строй skyway спасай планету могу сказать что ну присоединился имею ввиду после вводного технико-экономического вебинара и могу сказать что это абсолютно правильное мнение сделать этот шаг сделать этот нерискованный на сегодняшний день шаг но венчурное инвестирование имеет свои риски но имеет свои достаточно серьезные прибыли в этом и заключается и специфика венчурное инвестирование ну а я вам дорогие друзья хотел бы рассказать буквально вот осталось 17 минут до начала обещания пожалуйста сбросьте кто получил информацию в чатах ссылки на прямое включение белорусского телевидения потому что мы по крайней мере все перейдем на онлайн телевидение чтобы посмотреть этот репортаж в реальном времени а я хотел бы вам дорогие друзья поведать о таком направлении как беспилотные автомобили то есть я их называю именно роботы транспорта первого уровня андроиды транспорта первого уровня и беспилотные автомобили это тот тренд дорогие друзья на который сегодня делают упор и акцент многие крупные корпорации это google это тесла это даже apple сейчас китайские автопроизводители немецкие автопроизводители то есть mercedes audi bmw и так далее но есть ряд проблем которые не позволят в ближайшее время беспилотным автомобилям покорить мир да это хорошая картинка да это перспектива и если мне говорят что алексей какой струнный транспорт скоро изобретут телепортацию я сразу говорю что ребята изобретут телепортацию хорошо значит мы струнный транспорт будем использовать сегодня используем велосипед живой транспорт но он все равно будет применим все равно займет серьезный рынок но когда сравнивают так же с беспилотными автомобилями я хотел бы вам донести дорогие друзья те действительно аргументы которые вы можете использовать при общении когда вам дают такой довод что зачем нам струнный транспорт зачем нам упорядоченные движения на втором уровне если будут беспилотные автомобили которые будут передвигаться комфортно в потоке движения и так далее пускай даже предположим что-то случится и беспилотные автомобили и электромобили будут перемещаться без пробок но существует факт как непредсказуемость действия как пешеходов так и водителей все вы встречаете особенно в России и недавно вышел закон против опасного вождения я солидарен с этим законам и если начинающие автолюбители могут себе позволить лихачить то опытные водители уже абсолютно обоснованно перемещается с толком с расстановкой и с логикой опасаясь за свою жизнь и сохраняя жизнь тех пешеходов которые находятся также в трафике и что касается вот таких ситуаций когда выбежит ребенок либо какой-то неадекватный водитель и вы перемещаетесь на беспилотном автомобиле уверенными в безопасности уверенными что вы доедете из точки а в точку б может произойти нелицеприятная ситуация столкновение с неадекватно ведущим себя водителем и спасти от этого могут только рабомобили датчики датчики фиксирующие положение относительно окружающих объектов и в особенности движущихся автомобилей если основная составляющая именно высокая цена допустим не особого желания строительства высокоскоростных трасс и так далее и понимание что действительно струнная технология будет намного дешевле чем китайские высокоскоростные технологии подвижные составы железнодорожные и так далее также авто эстакады автобаны и все равно струнная технология выигрывает и чтобы обвешать действительно умными датчиками робомобили то есть вот эти вот андроиды транспорта первого уровня которые в головах крупных корпораций уже есть либо это движение действительно целенаправленное в этом направлении либо это какой-то маркетинговый ход и далее уход естественно в логику транспорта второго уровня вторая причина которую я могу назвать это погодные условия я на вводном дневном вебинаре приводил пример когда зимой я столкнулся и я думаю жители урала часто сталкиваются с этим когда не то что на общественном транспорте невозможно добраться из спального района в центр города но даже на своем автомобиле так как прошел мокрый снег с утра все подморозило и гололед соответственно ни о каком считывании полос движения я уж об этом вообще и не говорю инстинктивно как раз таки вот беспилотные будущие электромобили будут следовать как раз таки этим полосам движения если они подумают что полоса движения является льдом они могут повернуть совершиться авария и активы той компании которая разрабатывает эту технологию упадут и сама перспектива внедрения вообще этой технологии также значительно сократится и решение этой проблемы также увеличение количества датчиков и их совершенствования это многое миллионы не то что в миллионах долларов это десятки сотни миллионов долларов вливаний и зачем вливать сотни миллионов долларов если у нас собственно за сумму которая постоянно оптимизируется будет выведено четыре поколения технологии то есть это высокоскоростной это легкий прогулочный это грузовой и городской пассажирский струнный транспорт зачем вливать эти деньги но современные корпорации как например технологию эту разрабатывает mercedes-benz не особо следует логике развития правильно на наш взгляд транспорта второго уровня это наше счастье дорогие друзья мы выигрываем время это знаете как дистанцию которую марафонец бежит не спринтер но это действительно марафон и мы сейчас вырываемся вперед далее когда нас попытаются догнать будет сложно это сделать третья проблема дорогие друзья это проблема навигации сегодня приятным женским голосом да говорит нам gps навигатор что повернить туда-то туда-то но гугломобили ориентируется по значительно детализированной чем обычный гугл мэпс и в них не включены временные ограждения дорожные ямы и так далее и беспилотный автомобиль будет следовать именно по этому маршруту а не то что реально видит вокруг себя детализировать он дороги не сможет что касается транспорта второго уровня то у нас будет абсолютно ровная гладкая поверхность на втором уровне без вибрации без каких-либо эффекта рельс и шпалы мы сможем перемещаться и решение для робомобилей именно первого уровня лежит в области оснащения серьезным картографическим оборудованием обычных автомобилей чтобы актуальная информация считывалась с них и передавалась на карту беспилотно но если говорить про струнный транспорт я могу сказать что это будет единая сеть это будет автоматизированная система движения и каждый юнибайк каждый юнибус будет своим собратьям передавать которые вновь даже только появились ту информацию которая уже заложена на пути движения если упадет какое-то препятствие то наш подвижной состав через машинное зрение это сможет считать и остановиться и никакой аварии не будет чего не скажешь допустим об аварии которые мы наблюдали в Шанхай Пекин аэропорт это один из единственных проектов по применению определенной высокоскоростной технологии и как раз таки чтобы максимально автомобили считывали препятствия различные временные ограждения и передвигались не только на основе картографических данных этим занимается сегодня и серьезные вливания BMW Mercedes и Audi и что касается ям вот мне как челябинцу это как никому другому известно дорогие друзья как раз таки беспилотные автомобили могут это считать как либо препятствие либо наоборот лужу они оценят как препятствие остановятся а не дай бог спереди будет идти обычный автомобиль либо робомобиль который не оценил подобным образом ситуацию которая впереди соответственно и он продолжает движение либо наоборот остановился и взад к нему приехал робомобиль который посчитал что по этой луже которая на самом деле является ямой нужно проехать на всей скорости отбить подвеску и собственно владелец робомобиля будет не очень доволен той ситуации которая сложится и естественно это проблема которую может оценить только человек только человек который сам находится за рулем это такая представьте ситуацию врагу не пожелаешь но допустим дорогу перебегает ребенок либо пожелает старушка выбегает и выбор у автомобиля если он является беспилотным либо соответственно сбить этого человека либо свернуть в кювет либо как-то юрка и с помощью только человек это достижимо на первом уровне объехать и избежать дтп к сожалению беспилотный автомобиль физически слово даже тут не подходит именно технически не сможет это сделать несмотря на то что он умный хоть он IBM Watson будет управляться тут право выбора и скорее всего произойдет наезд именно на человека и то что мы позиционируем дорогие друзья именно непосредственно как струнный транспорт сможет сэкономить я не побоюсь этого слова и сохранить самое главное миллионы сотни миллионов человеческих жизней и многие люди сегодня погибают и многие автолюбители хоть раз попадали в своей жизни в ДТП хотя вот со словацким коллегой со Степаном мы ехали я был удивлен что за большой стаж вождения на его замечательном автомобиле уже не молодом автомобиле он не попадал ни разу в ДТП но качество вождения этика вождения действительно в Российской Федерации в Европе она отличается и лучше уйти на второй уровень на транспорт второго уровня перемещаться в комфортном мобильном пространстве в своем пространстве которое вам будет как вы знаете дружественный интерфейс говорят в компьютерном обеспечении и так далее вам это пространство будет дружественно действительно вы будете его желать вы будете ждать когда вы сядете в свой допустим семейный тревелкар и поедете с точку А в точку Б и не будете соответственно отрываться от своих повседневных задач от своих дел не будете вне интернета вне доступа вайфай не будете не иметь возможность допустим подзарядить свой ноутбук свой телефон это то что нам необходимо сегодня при перемещении вы все прекрасно понимаете о чем я говорю потому что можно вспомнить ту ситуацию когда вы в крайний раз искали розетку чтобы зарядить свой аппарат телефон ноутбук неважно в аэропорту на вокзале и так далее у нас это будет исключено о многом мы говорить не можем очень хотелось бы рассказать но вы не представляете насколько изменится мир с приходом скайвей мы не до конца представляем каждую неделю фактически формируются новые концепции еще дальше уходит технология скайвей ну а то что формируется в голове анатолий эдуардович юницкого одному богу одному космосу так скажем известно потому что я рекомендую всем ознакомиться и прочитать кто не знает биографию историю развития струнных технологий небесные дороги юницкого анатолия борозского замечательное произведение которое с фантастическими переплетами и вкраплениями небольшими лирическими отступлениями действительно эффектно показывает историю развития струнного транспорта это дорога длина и жизнь дорогие друзья и более 40 лет развивается эта технология более 39 лет извиняюсь скоро 40 и собственно я не буду сравнивать с с моисеем который водил народ по пустыне и этот народ сформировал новый народ израильтян евреев это уже сравнение такие действительно напрашиваются потому что немногие продолжают развивать свой стартап так мощно так упорно но самое главное так эффективно и технологически инженерно выберено сейчас могу сказать и юридически и финансово потому что ту систему которую создал в первую очередь Анатолий Эдуардович Ницкий а потом все мы с вами это народное финансирование это краудинвестинг этой системе в будущем будут завидовать те корпорации которые ее не имеют и те люди которые на сегодняшний день поддерживают проект и собственно количество людей поддерживающих проект растет действительно в геометрической прогрессии они будут гордиться что участвуют в проекте Skyway и далее если на то будет благосклонность к головной компании нам также позволят инвестировать и в адресные проекты и также будет уже совершенно другая история совершенно другие схемы когда наша технология еще более стремительно чем сейчас а сейчас вы можете то репортаж из Танзании то сейчас наши словацкие коллеги то сейчас с коллеги которые вот приедут буквально завтра Виктор Бабурин об этом говорил но дорогие друзья то ли еще будет потому что мы строим Skyway мы строим Transnet и это действительно распространяется на все на весь мир могу подытожить традиционным выступлением как я заканчиваю свое вещание на вебинарах это те фразы строй Skyway спасай планету в тех странах в которых мы с Сергеем Анатольевичем побывали в которых на сегодняшний день мощно развивается наше движение в Словакии в Словакии будешь Skyway захран планету в Венгрии Эпиджа Skyway Мэтч Мегабойгуд ну от себя могу сказать по-французски консуи Skyway Эссоф Ля Плянет и самое главное строй Skyway спасай планету и дай дорогу в мир транснету мы объединяем мир дорогие друзья объединять мир наша работа всех приглашаем на онлайн вещание центрального телеканала будет очень интересно хотя недолго как сказал Виктор Бабурин но я могу вас поздравить дорогие друзья новички что предприняли такой вот шаг присутствие на этом вебинаре возможно это ваши первые шаги возможно вы заинтересуетесь и возможно вы поверите в ту идею в которую в первую очередь чуть более 39 лет назад поверил сам Анатолий Эдуардович Юницкий все реально все возможно